Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы, депутаты главной коллеги Розы и Креста, милостью Всевышнего, к которому обращены сердца всех праведных, видимым и невидимым образом присутствуем в этом городе. Мы извещаем людей и без помощи книг или записей учим умению говорить на языках тех стран, где мы решили обосноваться, дабы спасти себе подобных от смертельно опасных заблуждений. Тот, кто хочет узнать нас из праздного любопытства, никогда нас не узнает. Но тому, кто искренне стремится войти в ряды нашего братства, мы, ведающие мысли, докажем истинность своих обещаний. И мы не раскроем место нашего пребывания в этом городе, ибо мысли, соединенные с подлинной волей читающего эти строки, позволят ему узнать нас, а нам его. Как видно, в этих текстах говорилось о некоем таинственном братстве, о тайном обществе. И это было общество Розенкрейцеров. В эти дни братство заставило говорить о себе не впервые. За несколько лет до этого оно выпустило в свет три манифеста, ставшие широко известными в мире эзотеризма. Фама Фротернитатис, Конфессио Фротернитатис и Химическая свадьба христиана Розенкрейца, вышедшие соответственно в 1614, 1615 и 1616 году. Сегодня известно, что эти три манифеста были составлены коллегией Розенкрейцеров, тюбингенским кружком, среди членов которого были Иоганн Валентин Андрея, Тобиас Гесс, Иоганн Арнд, Абрахам Гольцель и Кристоф Безольд. Все они были страстно уличены герметизмом, алхимией и кабалой. Фама Фротернитатис обращается к политическим и религиозным вождям, а также к ученым своего времени. Оценивая скорее негативно общее состояние дел в Европе, манифест раскрывает существование Ордена Розы и Христа через аллегорическую историю христиана Розенкрейца, начиная с его страсти по миру, основание им Розенкрейцерского братства и последующее обнаружение его усыпальницы. Этот манифест призывает к вселенской реформе. Конфессио Фротернитатис дополняет первый манифест, с одной стороны подчеркивая необходимость обновления человека и всего человеческого сообщества, а с другой заявляя, что братство Розенкрейцеров обладает философской наукой, позволяющей осуществить это обновление. Манифест обращен прежде всего к тем, кто хочет участвовать в трудах Ордена и трудиться на благо человечества. Пророческий аспект этого манифеста привлек внимание многих просвещенных людей своего времени. Химическая свадьба христиана Розенкрейца в стиле, отличающемся от двух первых манифестов, повествует о посвященческом паломничестве, представляющем собой поиск просветления. Большая часть этого паломничества, длящегося семь дней, происходит в таинственном замке, в котором должно состояться празднование свадьбы короля и королевы. Символически, химическая свадьба повествует о духовном пути, по которому идет посвященный, ради соединения своей души, супруги, с Богом, супругом. Как утверждают историки, мыслители и философы, публикация трех Розенкрейцерских манифестов не была ни безобидной, ни случайной. Она имела место в эпоху, когда Европа переживала глубокий и дистанциальный кризис. В континент раздирали политические и экономические противоречия. Религиозные войны сеяли горе и приносили страдания в каждую семью. Наука ускорила свое развитие и избрала материалистическую направленность. Условия жизни были бедственны для большинства населения. И в это время Розенкрейцеры вышли из своей легендарной анонимности, чтобы воззвать человечности и духовности. Чтобы описать идеал, вдохновлявший Розенкрейцеров 17 века, приведем здесь слова Яна Амоса Каменского, которого считают сегодня духовным отцом ЮНЕСКО. Мы хотим, чтобы люди, вместе или поодиночке, молодые или старые, богатые или бедные, благородные или простолюдины, мужчины или женщины, могли в полной мере обучаться и становиться людьми завершенными. Мы хотим, чтобы они были прекрасно образованы и знали не только тот или иной предмет, но также и все то, что позволяет человеку полностью реализовать свою сущность. Научиться познавать истину, не обманываться поверхностным, любить добро и не соблазняться злом, делать то, что должно делать, и беречься от того, чего следует избегать, разумно говорить со всеми, «Наконец, всегда относиться к вещам, людям и Богу с почтением, а не легкомысленно, и никогда не отклоняться от своей цели счастья». Исторически корни прозенкрейцарства находятся в 17 веке, но наследие его традиции гораздо древнее. Некоторые историки эзотеризма относят его к эпохе Древнего Египта, времени царствования Аминхотепа IV, более известного под именем Эхнатона. Как утверждает большинство египтологов, в этот период существовали школы мистерий, то есть школы, в которых изучались тайны мироздания, природы и человека. Это изучение дало рождение Гносису, тайному знанию, сохранившемуся на протяжении многих веков. Из Египта это знание через пифагорейцев распространилось в Древнюю Грецию, а затем через неоплатоников в Древний Рим. Его унаследовали алхимики Средневековья и передали розенкрейцерам XVII века. Михаэль Майер, бывший членом братства розенкрейцеров своего времени, писал, «Наши корни находятся в Египте, в брахманизме, в эллифсинских и самофракийских мистериях. Они берут свое начало от магов Персии, пифагорейцев и арабов». Следует ли считать, что древнее наследие оставалось застывшим и неизменным до XVII века? Конечно, нет. Оно развивалось в последующие века и дало рождение нескольким розенкрейцерским объединениям. В XVIII веке самое значительное из них было известно под именем Ордена Злато-Розового Креста Древнего Обряда, в который входили многие известные личности, среди которых были принц Фридрих Вильгельм, герцог Фердинанд Брауншвейгский, Фридрих Крестов Оттингер и Николай Новиков. В XIX веке наибольшее внимание привлек Орден «Розы и Креста», основанный Жозефом Пелоданом. Особенно популярны были его салоны живописи, организованные им в Париже. На этих салонах выставляли свои картины известные художники своего времени Шарль Фележье, Жан Дельвиль, Эмиль Бернар и Жен Гроссе. Признанной целью этого розенкрейцерского ордена было возродить во всем великолепии культ идеала, в основе которого лежит традиция, а средством выражения является красота. В XVIII веке в Англии родилась другая школа – франкмасонство. Она возводила свои истоки к личности Хирама, который считается архитектором храма Соломона. Эта школа много заимствовала у розенкрейцерства, что позволило таким авторам, как Иоганн Готлиббюгль и Томас де Квинси сказать, что масонство является имманацией розенкрейцерства. Как бы то ни было, в 1757 году в масонстве была создана степень рыцаря Розы и Креста, считающаяся и сегодня одной из самых престижных в некоторых масонских объединениях. Среди самых известных личностей розенкрейцерского франкмасонства той поры назовем, помимо прочих, графа Сен-Жермена, Калиостро, Жанна-Батиста Вильермоза и Мартинеса де Паскуали. С начала 20 века розенкрейцерское наследие в мире хранит Антикус Мистикускве Орде Розы Круцес, то есть древний мистический орден Розы и Креста. Открытый для мужчин и женщин всех национальностей, вероисповеданий и общественных слоев, Дморг передает своим членам традиционное учение, состоящее из 12 ступеней, которое, начиная с 1909 года, представлено в письменной форме. Однако розенкрейцеры, желающие этого, могут собираться в ложах и заниматься совместными работами, основанными на устной традиции ордена, как это делалось в прошедшие века. В этих ложах, внутренние убранства которых вдохновлено чаще всего эстетикой древнего Египта, проводятся посвящения в различные ступени ордена. Из чего состоит учение розенкрейцеров? Согласно эзотерической литературе, оно охватывает широкие области и рассматривает основные темы традиции. Происхождение мироздания, природу времени и пространства, законы материи, жизни и сознания, тайны смерти, после жизни и реинкарнации, традиционную символику и нумерологию. Розенкрейцеры также интересуются антологическими связями, существующими между человеком и Богом, которого они считают великим архитектором Вселенной, то есть абсолютным разумом, лежащим в основе всего творения и всего того, что оно содержит на видимом и невидимом уровнях. В этом отношении учение розенкрейцеров в большей степени направлено на познание божественных законов, чем на познание самого Бога. Наряду со своим учением розенкрейцеры исповедуют философию, основанную на духовной алхимии. Эта алхимия не ставит своей целью превращение неблагородных металлов в золото, к чему стремились алхимики прошлого. Она состоит в превращении недостатков человеческой натуры в противоположные им достоинства, то есть превращении гордыни в скромность, эгоизма в великодушие, нетерпимости в доброжелательность. Применяя эту философию, розенкрейцеры работают над своим совершенствованием, дабы стать лучше и в своих суждениях, и в своих поступках. С точки зрения учения розенкрейцеров, зло на земле существует только потому, что люди смиряются со своими недостатками и недостаточно устремлены к добру. Гуманизм розенкрейцеров состоит в том, что они стремятся улучшить мир путем улучшения человеком самого себя. По этому поводу современный автор сказал, «Душа розенкрейцерства неотъемлемая часть гуманистической и спиритуальной души Запада. Она является одной из ее граней или одной из ее драгоценностей, сверкающей красотой, любовью и чистотой». Озабоченные судьбами мира и стремящиеся содействовать его эволюции, розенкрейцеры опубликовали в марте 2001 года свой четвертый манифест под названием «Позиция братства розы и креста». Если три манифеста появившиеся в 17 веке были адресованы прежде всего интеллектуальной элите, то четвертый манифест предназначен для более широкого круга. В нем подводится итог сегодняшнему состоянию человечества, которое с точки зрения розенкрейцеров вызывает серьезную озабоченность. Они полагают, что мир стал слишком индивидуалистичным и ориентированным прежде всего на материальные ценности, что объясняет те кризисы, с которыми он сталкивается во многих областях. Чтобы преодолеть этот кризис, они призывают к большей человечности и духовности с тем, чтобы Земля стала обителью мира, гармонии и братства. Но кто соединил розу с крестом, написал когда-то Гёте, никто этого не знает. С самой глубокой древности крест использовался в различных целях, во многих культурах и традициях. Роза всегда была символом милосердия и любви. Для розенкрейцеров эти два объединенных символа имеют своё особое значение. Крест является символом физического тела человека, а роза расположенная в его центре душой человека и её эволюции. Совмещенные роза и крест представляют двойную природу человека и то, что он эволюционирует от жизни к жизни к своему совершенству. Как гласит розенкрейцерская традиция, достигший такого совершенства может более не воплощаться. Достигнув вечного расцвета, роза его души более не нуждается в теле, чтобы совершенствоваться и пребывает навеки в божественной безграничности. в этом по-видимому и состоит смысл таинственного розенкрейцерского выражения «Од розам пер круцам под круцем пер розам». Многие века и до сего дня многие известные розенкрейцеры говорили о том идеале мудрости, который их вдохновлял и которому они всегда были устремлены. «Самая большая ошибка состоит в заблуждении относительно истинной цели познания. Совсем немногие стремятся к нему для того, чтобы воспользоваться божественным даром разума в интересах человечества». Фрэнсис Бэкон «Как бы я мог знать, что я несовершенен, если бы у меня не было представления о совершенном человеке, сравнивая себя с которым, я могу познавать недостатки моей собственной натуры». Рене Декарт «Если бы знание находилось на расстоянии вытянутой руки и доставалось без труда, то оно оставалось бы без внимания. Все благородное так же трудно, как и редко». Барух Спиноза «Такая невероятная упорядоченность Солнца, планет и комет, может иметь в своей основе только план существа разумного и всемогущего, управляющего всем, и которого можно было бы назвать великим вселенским управителем». Исаак Ньютон «Продвигаться к совершенству – вот настоящее добро. Это значит стремиться походить на божество, продвигаться к единству творения и творца» – Карл фон Экартхаузен. «Всякий урон, нанесенный нашему божественному бессмертию, является долгом, который мы сами добровольно делаем и который мы должны оплатить в этом или следующем воплощении». Папюс «Бог дал человеку драгоценную спутницу, человеческую душу, которая не успокоится, пока человек не услышит ее и пока не поведет его к свету, который человек более или менее осознанно ищет» Мария Карелли. «Природа может быть уподоблена телу огромного существа, которого мы называем Богом. Бог трудится в ней и говорит через нее, потому что она его великая книга». Франсуа Джолеве Костело Настоящее знание основано на подлинной терпимости. Из этой подлинной терпимости приходит абсолютное понимание. Из абсолютного понимания рождается мир, который и освещает и очищает Николай Рерих. Все люди имеют общее родство, одну и ту же духовную сущность и одного Творца. Поэтому они все братья и сестры, независимо от их расы, убеждений или других отличительных черт. Гарвей Спенсер Ньюис. Несмотря на все испытания, жизнь это самое драгоценное, что есть у человека, потому что она позволяет ему духовно осуществиться и отдать все лучшее, что он несет в себе. Жанна Гидон Я верю в Бога и в любовь, потому что я люблю Бога и потому что Бог позволяет мне любить. Эдит Пиан Помимо Розенкрейцеров, имена которых были названы в этом фильме, другие известные личности были членами Органа Розы и Креста и находились с ним в тесной связи. Вот несколько таких имен. Роберт Флад Философ Якоб Беме Философ и Писатель Жан-Батист Ван Гельмонт Врач и Философ Элиас Эшмол Ученый и Философ Томас Воган Врач и Философ Вильгейм Лейбниц Математик Бензамин Франклин Ученый и Писатель Майкл Фарадей Ученый Виктор Эмиль Мишле Поэт Клод Дебюсси Композитор Эрик Сати Музыкант Ральф Максвилл Льюис Философ и Писатель Музыкант 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 Продолжение следует...